друзья всем привет меня зовут тани патова я занимаюсь внутренними коммуникациями в ту туру знаете я забыла подготовить слайд про нашу компанию и мне тут стало интересно а кто вообще знает тут уру кто пользовался когда не поднимите руки классно вас много давайте я сейчас немножко расскажу о себе о своем карьерном пути я войти с 2016 года и родом из новосибирска год назад когда я решила переехать москву то начала искать компанию с такой культурой и ценностями которые у меня было в новосибирске это был аутсорс компания и так я оказалась в ту ту раньше я занималась наймом широком смысле на им адаптация мероприятия работа с командами но проанализировав свои сильные стороны и карьерные планы я решила сфокусироваться на внутренних коммуникациях и в этой области вроде бы не была новичком но в то же время с чего начать в новой компании не очень себе представляла и плюс к этому в тут у меня не было наставника или человека который бы мне передавал дела поэтому как-то тема исследования всплывают сама собой и мой доклад будет полезен внутрь комом так которые также как и я пришли в новую компанию не знаю за что хвататься или чаром в чьих компаниях нет отдельно выделенного менеджера по внутренним коммуникациям я расскажу вам про методику аудита этапы как составить и провести опрос как работать с результатами и самое главное поделюсь тем как внедрить изменения и нашими удачными кейсами но давайте сначала поговорим с вами а зачем нам вообще как-то осознанно работать с внутренними коммуникациями человеческие ресурсы и информация пожалуй основные составляющие организации любого вида деятельности чем бы вы ни занимались торговля производства оказание услуг разработкой те решений сотрудники и руководители в компании постоянно делятся разнообразной информацией сотрудники работающие при дефиците информации или сложной информации чувствуют себя неуверенно и неудовлетворенно что не может не сказываться на эффективность их труда тут же возникает нежелание там приносить прибыль возникают какие-то слухи и домыслы поэтому цель диагностики внутренних коммуникаций это выявить слабые сильные места в передаче информации между сотрудниками но как оценить внутренние коммуникации в чем слабые места как их усилить ответить на эти вопросы помогут ваши сотрудники а как эффективно собрать мнение и внедрить изменения это уже задача и чар или менеджера по внутренним коммуникациям давайте перейдем непосредственно к методике исследование состоит из четырех этапов я их так условно определила это подготовка к аудиту проведения глубинных интервью составление опросника проведение опроса и анализ результатов и после этого у вас пазл сложится начнем с глубинных интервью для того чтобы провести вообще ваши исследования вам нужно составить опрос но как его составить о чем спрашивать с чего начать ведь внутренние коммуникации бывают вертикальные от сотрудников к руководителям и обратно горизонтальные между отделами командами формальные неформальные на обеде в курилке где информация тоже распространяется достаточно быстро и не может не влиять на всю систему коммуникации в целом есть разные каналы коммуникаций почта мессенджеры интернет встречи метапы стендапы что угодно кажется что просто наберется вопросов 40 и просто все тебя нафиг пошлют с этим исследованием для того чтобы сузить как раз круг проблем и понять а чё же вы хотите так как раз прояснить нужно провести глубинное интервью метод глубинных интервью применяется в продуктовом анализе это как допустим если вам нужно запустить новую версию продукта или добавить него новые функции чтобы не ошибиться вам нужно лучше узнать ваших пользователей их ожидания и потребности и вот глубинные интервью помогут как раз вам поставить цели понять что именно вам нужно прояснить для себя как для внутриком и до в внутренних коммуникациях конкретно вашей компании с чего начать глубинное интервью составление вопросов и здесь универсального списка нет вопроса вы придумываете сами исходя из ваших целей все вопросы должны быть открытые ответы на них не лежат на поверхности и предполагают что собеседник начнет копаться в своих воспоминаниях и выдавать вам полезную информацию это не тот случай когда вопросов должно быть много суть вопросов должна быть такая чтобы разговорить собеседника нужно выбрать правильных респондентов пригласите на интервью тех кто работает компании давно и может рассказать вам как раньше было хорошо и как теперь не очень пригласите новичков которые например будут компании полгода и могут свежим взглядом увидеть какие-то проблемные места позовите лидеров мнений людей которым как вам кажется прислушиваются большинство они такие знаете обычно активный в чатах на встречах позовите руководителей и рядовых сотрудников потому что вам нужно охватить пробелы и в разных направлениях коммуникаций оптимально провести сначала 5 7 интервью посмотреть что у вас получается и если необходимо то скорректировать ваше исследование и не торопитесь каждое интервью занимает примерно час полтора и здесь важно договориться со всеми заранее и не ставить встречи одна за другой обязательно оставьте себе время на передышку и отрефлексировать например сделать какие-то заметки про ваши чувства и эмоции от встречи в глубинах интервью стоит придерживаться нескольких принципов один из них добиться доверия одно из основных условий этого метода когда вы начинаете разговор не стоит сразу же начинать с вопросов расскажите сначала немножко о себе об исследовании и только потом приступайте к вопросам держите цель в голове она помогает сфокусироваться старайтесь избегать вопросов на которые можно ответить однозначно да или нет не якорите мышление собеседника не нужно приводить примеры наводить его на мысль так вы его уводите в свое направление вам нужно чтобы своими ответами собеседник вас увел в проблемной области если собеседник говорит общими фразами то просите его пояснить мысль привести примеры так вы лучше поймете что это значит конкретно для него не бойтесь пауз они страшны только на свиданиях и наблюдайте за эмоциями чувствами человека как он например описывает проблемы здесь на этом слайде большой список вопросов ну точнее 9 которые я использовала для глубинников когда у вас будет презентация в доступе вы сможете подробнее их изучить и возможно если захотите сделать это исследование будете использовать этот список или доработаете его под свои потребности вот мы провели интервью что же теперь делать со всеми этими результатами как и у многих качественных методов и глубинных интервью нет автоматической обработки результатов и как их интерпретировать решаете вы сами конечно лучше всего и структурировать ответы в таблице и посмотреть что эти ответы объединяет а что совсем звучит противоположное друг другу после глубинников мы переходим к составлению опроса смотрите глубинники помогают нам выявить проблемные места да то есть например у вас там обозначится прям области такие явно которые болят у ваших сотрудников например у нас я обнаружила что страдает качество коммуникаций например рассылки нерегулярные неполные ну и не только рассылки плохой дизайн часто с ошибками сотрудников это раздражает страдает честность и открытость присутствует скрытность также сотрудники сказали что боятся делиться информации открыто задавать вопросы и даже не видят ценности в том чтобы делиться информацией и не хватает коммуникации от топов мало информации про цели планы и развития компании кажется что решение спускаются просто сверху вниз и ни с кем они не обсуждаются так вот глубинные интервью как раз помогли нам определить эти проблемные области теперь мы знаем что хотим с вами проверить вопросе какие гипотезы и в идеале после того как вы проведете опрос вы получите готовый план действия неразрозненный набор мыслей и часто решение уже готовые будут предлагать ваши сотрудники возможно даже уже давно думали о том как можно что-то улучшить но у них не было повода высказаться у нас тут собралась аудитория опытных и чаров поэтому я не буду подробно рассказывать как составлять опросник остановлюсь лишь на нескольких ключевых моментах это вопросы должны быть короткие понятные очень четко формулируйте их чтобы их нельзя было трактовать двояко соблюдайте баланс открытых и закрытых вопросов если вопросниках много открытых то их как правило очень сложно заполнять а вам потом нужно интерпретировать безумное количество информации для проверки гипотез используйте шкальные вопросы и не перегружайте вопросами да вот в одном глубине как нашли проблемные области и в каждой оптимально задать там 35 вопросов один из два из которых будут открыты я сейчас приведу вам примеры вопросов которые я использовала например было такое утверждение что информация нерегулярная и несвоевременная мы его просто трансформируем вопрос и просим наших сотрудников согласиться с этим или нет или такой тип вопросов со шкалой здесь я тестирую гипотезы например про полноту доступность информации про важность получения информации от руководства про то насколько вообще читают наши рассылки ведь через них идет основная коммуникация в компании а вот пример открытого вопроса например какие твои самые главные боли этим вопросом я хотела копнуть еще глубже найти проблемы которые возможно я пропустила на глубинниках или вообще существование которых даже не знала теперь вопрос мы с вами составили и проведем но и здесь я тоже поделюсь не совсем методикой проведения опроса а скорее кейсом с которым я столкнулась в ту ту но который в дальнейшем повлиял на мои дальние действия а кейсы заключается в том что сотрудники тут у не любят опросы за ними тянется негативный шлейф из нечетко поставленных целей из нерассказанных результатов сотрудники не понимают зачем вообще проходить опросы и на что они влияют когда я работала в аутсорс компании то там разработчики трекают время и на прохождение опроса они тоже время трекали там у нас была вовлеченность максимальная но это не единственная мотивация потому что не отменяет это того что нужно очень четко рассказать про цели планы и дальнейшие действия а так вот для того чтобы все у вас прошло хорошо нужно составить коммуникационный план продвижения опроса еще на этапе подготовки заручитесь поддержкой топов и менеджмента расскажите им зачем вы хотите провести это исследование что она даст в будущем через руководителей попросите его влечь своих сотрудников ведь когда поучаствовать в опросе просит руководитель доверия к его словам больше чем когда об этом просят и чар и это факт честность открытости партнерский подход это три столпа любой коммуникации честно расскажите вашим сотрудникам зачем вам как внутриком у это исследование зачем им это исследование на что но повлияет в будущем рассказывайте про это исследование везде на этапе подготовки расскажите что вы его планируете на например большом стендапе вашим еженедельным на еще каких-то встречах рассказывайте и по ходу проведения опроса напоминайте про него во всех ваших внутренних каналах можно даже какую-нибудь программу вывести где будет видно насколько человек уже поучаствовал либо прям просто пишите мне для чистоты эксперимента еще не хватает столько-то людей ну и анонимность всегда холиварная тема но я вот свой опрос делала анонимным потому что по сути в тот момент не было не важно что кто конкретно что отвечает мне было важно найти проблемы с которыми нужно работать поэтому еще и сотрудники на глубине как говорили что да у нас боятся открыто высказываться поэтому мой вопрос был анонимный единственное я просила указать команду или отдел как еще можно вовлечь если вы небольшая компания и не удален не на удаленке хотя таких уже наверное нет но можно кухне приготовить какие-то вкусняшки устроить лотерею приклеить кусочек пазла суть в том что был какой-то call to action после после заполнения опроса сходить на кухню взять вкусняшку кинуть мячик лототрон приклеить кусочек пазла вот у меня такое такого не было опрос был на удаленке поэтому мы специально к этому исследованию разработали дизайн новых толстовок и устроили розыгрыш среди сотрудников которые заполняли они просто писали код и среди этих кодов мы случайным образом выбирали и ребятам эта тема зашла и они активно участвовали вы можете тоже придумать что-то еще провели опрос теперь у вас гора ответов под перейдем к анализу результатов моя анкета состояла из 16 вопросов 4 из которых были открыты я исследовала три блока коммуникации оценка качества источников информации и открытости руководства опрос длился четыре дня и в нем приняло участие 172 человека из 368 и это всего 47 процентов сотрудников и это очень мало и но на самом деле цифру стоит рассматривать как точку роста потому что вы именно для этого пришли и начали это исследование занимаетесь и углубляетесь во внутренней коммуникации чтобы что-то поменять как работать с результатами начать стоит с анализа плохих ответов по пятибалльной шкале это ответы 1 и 2 например в своем исследовании я обнаружила самые низкие ответы не оценки в не в доступности информации полноте а также подтвердила гипотезу о том что сотрудникам очень важно получать информацию от руководства анализ открытых ответов самая трудоемкая часть исследования вам нужно не просто вчитаться в каждый ответ но и разбить его эти ответы на ключевые мысли например вот приведу пример пример из опросника что бывает что какую-то информацию узнаю из слухов до того как ее официально объявят и в этот момент чувствуется что чего-то не договаривают вот если мы будем разбирать этот ответ на мысли то получится примерно следующее беспокоит открытость планы компании стратегия развития и беспокоит слухи и домыслы вот так нужно проработать каждый ответ например это можно сделать в таблице где по вертикали у вас будут ответы по горизонтали будут как раз вот эти мысли и поначалу их будет появляться очень очень много но как чем глубже вы будете погружаться тем больше меньше будет вот этих инсайтов и в конце вам нужно будет составить топ проблем например вот я выбрала такой блок навигация по всей информации в компании и вот что говорили в этом вот этот раздел больше всего много информации и трудно найти нет понимания за какой следить стендап там другие мероприятия не синхронизированы не хватает календаря и вообще непонятно кто ответственный за информацию беспокоили наших сотрудников и увольнения политика увольнения информация кто ушел из компании причины увольнений сам не сам и еще было несколько таких же проблемных блоков и еще у меня вопросе были вопросы с вариантами ответов такие я использовала в блоке оценка источников информации и тут в принципе все было ожидаемо почта это основной канал коммуникации и информации в почте доверяют сам больше всего доверяют информации от топов и руководителей коллеги по команде и сарафанное радио тоже оказались популярным источником и с одной стороны это хорошо значит у вас хорошо налажено взаимодействие между коллегами на с другой стороны там же могут распространяться слухи и домыслы как часто вообще нужно проводить такой аудит в идеале такой чек-ап внутренних коммуникаций лучше проводить каждые полтора два года как правило именно в этот период приходит происходит какие-то наиболее явные эволюционные изменения в вашей компании например вы сильно прирастаете по числу сотрудников и масштабом рынка для того чтобы вам как-то сравнивать от опроса к опросу как изменения которые вы внедряете влияют нужно использовать интегральный показатель и интегральный показатель он рассчитывается на основе шкальных ответов то есть где вот от одного до пяти например нужно оценить у меня такие вопросы были в двух блоках это оценка информированности и качество коммуникации и оценка открытости руководства и средняя по этим блоком получилось 42 как можно интерпретировать этот показатель то есть дала по пятибалльной шкале это как в целом оценка удовлетворенности к внутренними коммуникациями в компании и в принципе сравнивая да это показатель с года в год вы можете например выявить тенденции забить тревогу или радоваться если ваш показатель будет расти значит вы все делаете правильно выглядит очень сложно но на самом деле нет потому что я с вами поделюсь методикой расчета интегрального показателя и с ней справиться даже самой гуманитарной гуманитарии а если что-то не получится то можно обратиться к вашим аналитикам они обязательно помогут что еще важно в работе с итогами если вы покажете просто графики и столбики и цифрки ваше исследование не будет иметь никакой ценности самый сок это вашей интерпретации ваши рекомендации и конкретный список шагов которые вы будете делать поэтому в коммуникационный план очень важно добавить презентацию результатов руководству например раньше у нас не было какой-то открытой площадки для общения руководителей и сотрудников что мы как и чары можем сделать мы можем эту площадку создать у нас во время пандемии такая площадка появилась мы назвали эти встречи директор fm и они у нас проходят сейчас раз в квартал но вот мы сферы тревела и пострадали очень серьезные когда все это заварушка началась мы проводили эти встречи каждые две недели потом каждый месяц и и так мы помогали нашим сотрудникам понимать что происходит с компанией в каком состоянии находится бизнес снимали какие-то волнения по поводу увольнения там сокращений также помните вам говорила что у нас сотрудники боялись высказываться открыто до задавать вопросы мы стали использовать специальный сервис слайдов который позволяет задать вопрос анонимно остальные сотрудники могут за него проголосовать так вопрос поднимается в топе и мы видим что наших сотрудников беспокоит что интересно со временем сотрудники стали все чаще задавать вопрос в чат зума а сейчас и вовсе спрашивают голосом что для нас вообще большой успех а также во время следования мы обнаружили что у нас проседает сотрудничество раз квартал мы запустили опрос по сотрудничеству который помогает посмотреть нам как у нас налажено взаимодействие внутри команд и между другими командами и отделами еще это хороший повод провокать прокачать навыки обратной связи и сказать друг другу спасибо что еще мы внедрили по результатам исследования мы переработали полностью всю систему хранения информации наш конфлюенс сделали более понятную удобную навигацию удалили старую архивную информацию мы разработали и внедрили крутой telegram бот который наши сотрудники очень часто говорили этот бот теперь умеет присылать рассылки ссылки на встречи какие-то напоминалки в него мы даже можно поставить задачу в джиру что оставить обратную связь в общем бота мы сейчас активно развиваем его история на самом деле тянет на отдельный доклад еще мы запустили дайджест новостей например раньше если кто-то пропустил стендап то все в этой информации нигде не было сейчас каждую неделю выходит дайджест все его читают и если что-то пропустили остаются в курсе последних событий ну и мы обновили рассылки всех раздражал дизайн мы стали использовать специальный сервис как и внедрили автоматизацию в рассылке например по дням рождением она формируется сама она сразу красивая вне нет всяких ошибок и ляпов это с одной стороны нас с него в головную боль не нужно делать и руками с другой стороны вот помогает вообще меньше ошибаться и еще один важный шаг в коммуникационном плане которого раньше в ту ту не было это поделиться результатами с вашими сотрудниками когда помните он говорила у нас поучаствовал в исследовании всего 47 процентов так вот когда я оформила результаты исследования показала какие проблемы выявила что мы будем с ними делать эту страницу посетили абсолютно все сотрудники компании так мы показываем что слышим их и готовы меняться надеюсь что всеми этими примерами я уже убедила вас что у дит внутренних коммуникаций полезное и важное исследование так почему же я так топлю за то чтобы делать его самостоятельно без привлечения консалтеров потому что вчитываясь в каждый ответ вы глубоко покружаетесь вы лучше узнаете ваших сотрудников чем они живут что их беспокоит чем они пользуются у вас устанавливается с ними эмоциональная связь вы не просто получаете готовые решения а вы сами находите проблемы и улучшаете внедряете улучшение вы получаете новый классный опыт вы провели крутое большое исследование который займет почетное место в вашем резюме но и также вы повышаете не только свою ценность но и ценность всего и чар от дела как в глазах сотрудников так и в глазах руководства правильно выстроенная система внутренних коммуникаций основывается прежде всего на обратной связи сотрудникам сложно разделять цели проблемы успехи компании своих коллег других отделов если они не знают о них поэтому налаживайте правильную систему внутренних коммуникаций ведь она является одной из составляющих успеха вашей компании спасибо